День пожарной охраны 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 не при установлении особого противопожарного режима. Там у нас штрафы на граждан до 15 тысяч уже, но еще предусмотрено предупреждение. На должностных лиц у нас идет до 30 тысяч рублей, на юридических до 400 тысяч рублей. А если в условиях особого противопожарного режима, у нас, хочу отметить, что на территории области с 30 марта установлен особый противопожарный режим, и он будет действовать до благоприятной обстановки, до стабилизации обстановки с пожарами, и, соответственно, тогда, ну, это, как правило, у нас к 20 мая в среднем. И хочу отметить, что у нас в условиях особого противопожарного режима предупреждение не предусмотрено. Для граждан существует административная ответственность в виде штрафа до 20 тысяч рублей, на должностных лиц до 60 тысяч рублей, на юридических до 800 тысяч рублей. А если действия граждан в случае разведения костра, что недопустимо, мы еще доведем эту информацию, или пустил пал сухой травы, к примеру, и эти действия повлекли причинение ущерба третьим лицам, то есть чужому имуществу, то, соответственно, эти граждане подлежат административной ответственности, в первую очередь, до 50 тысяч штраф. А если сумма ущерба чужому имуществу достигает более 250 тысяч, то вплоть до уголовной ответственности. Трагедия, которая на днях разыгралась в поселке Сосьва, под Екатеринбургом, она показывает абсолютную оправданность такого подхода, таких мер, когда 100 домов сгорело из-за того, что, ну, пока причины уясняются, конечно, но трава там точно есть, и она горела, и от нее дома точно занимались. Так что такой подход, да, сейчас к аграриям, которые, возможно, эти полы устраивают, могут добавиться еще граждане, отдыхающие во время майских праздников, да, наверное, тоже надо на этом фланге работу. Да, вот переходя именно к требованиям, да, к соблюдению, так называемой, гражданской правовой позиции и требованиям к соблюдению требований пожарной безопасности, да, в отношении, то есть, с нашей стороны, со стороны органов местного управления, органов внутренних дел, всех органов власти, конечно же, мы будем очень бдительно относиться и проводить профилактическую работу, рейдовую, в жилом секторе, за пределами, и в Государственном лесном фонде с нашими коллегами с лесоохраной и пресекать всяческие нарушения требований пожарной безопасности и своевременно реагировать на возможные возникновения пожаров. Но в то же время, я хотел бы отметить, что у нас в текущем году только с органами Государственного пожарного надзора уже составлено протоколов 98 в процессе рассмотрения некоторых протоколов, но уже более 20 граждан привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 20 тысяч. Это в условиях особого противопожарного режима. До особого противопожарного режима тоже много граждан было пришло, но там были и предупреждения, и штрафы, но там от 5 до 15 или предупреждения. Но здесь хочу отметить, поставлена задача, учитывая, что граждане, в свою очередь, игнорируют требования, соблюдение требований, поставлена задача, что минимальный штраф 10 тысяч, он не будет усматриваться, потому что у нас сложная оперативная обстановка, я хочу довести, и будет от 15 до 20, у нас есть полномочия, зная, и население все знает, информирование на высоком уровне проведено во всех благосферах, на всех интернет-сайтах, везде, в газетах, во всех средствах массовой информации проинформировано население о том, что у нас особый противопожарный режим. Поэтому санкции будут жестокие, жесткие. Обращаем это внимание. 20 тысяч простому гражданину выписать будет однозначно, в том числе за приготовление пищи с использованием мангалов, барбекю и других приспособлений на открытом огне. За это будет строго спрос. И, конечно же, хочу еще раз довести информацию, что у нас с 20 апреля по 10 мая введено ограничение посещения лесов и въезда в них транспортных средств. Это тоже одна из мер, позволяющих стабилизировать обстановку и не допустить посторонних лиц в лесу, чтобы исключить факты возгорания. То есть, однозначно говоря, ни на береге, ни на родной даче мы не можем разводить. Конечно же нет. Строго на острове. Категорический запрет на применение открытого огня. Это, в свою очередь, и угли, которые мы используем для приготовления пищи, просто разведение костров, сжигание отходов при уборке территории и так далее, и так далее. Все это категорически запрещено. Все отражено в нормативно-правых актах. Вы можете с ними ознакомиться. Они на всех сайтах и органах местного управления, и главного управления МЧС России по Еврейской автономной области. И будут рейды, патрули, беспилотники, наблюдения. Да, в обязательном порядке. Применяется средство беспилотной авиационной системы. Все-таки это позволяет более оперативно обнаружить и адресно подойти к правонарушителям. И на это обращается внимание. Конечно же, есть и графики патрулирования всеми органами местного управления, поселениями городскими и сельскими, и мэрией города. Изданы графики патрулирования. Маршруты определены. Те, которые наиболее, где мы фиксировали ранее, возгорание. То есть это тоже было отмечено, смоделировано. И мы предусмотрели именно маршруты в конкретные места, где чаще всего происходит возгорание. Поэтому праздники будут в части профилактической работы насыщены. А стимулировать окашивание минерализованные полосы вокруг населенных пунктов тут будете как-то? В условиях особого противопожарного режима и у нас при подготовке к прохождению пожаропастного сезона была поставлена задача органами местного управления председателем комиссии по червячайности ситуации Еврейской области Рославовичем Гольштейном была поставлена задача создать минерализованные полосы. Органы местного управления подошли к этой работе добросовестно. Практически везде созданы минерализованные полосы. Есть, конечно, проблемы, есть трудные участки, труднодоступные, где-то не позволяли и территория, и труднодоступные места. Но еще раз повторюсь, что при выявлении фактов каких-либо нарушений требований пожарной безопасности, которые вы видите в границах населенных пунктов, это касается и граждан, и должностных лиц любых ведомств, обязательно в порядке сообщайте в Главном управлении МЧС России по Еврейской области эти факты. Ну, желательно по телефону доверия нашему 23-3-9. Кстати, о сотрудничестве с гражданами, Иван Сергеевич, были уже такие случаи, факты, когда люди оповещали о том, что увидели в лесу поджигатели или даже содействовали в его задержании и получили премию соответствующую? Да, в прошлом году по инициативе Главного управления при поддержке и Департамента управления лесами правительства МЧС России был издан и правительством МЧС России утвержден нормативный правовакт, который позволяет поощрить граждан, сообщивших информацию о виновных лицах возникновения лесных пожаров. И если они еще оказали помощь в задержании данных лиц, то там хорошие денежные премии и вознаграждения, вернее, для данных лиц предусмотрены. Но, к сожалению, население этим не пользуется. Хотя мы доводили информацию, там ничего сложного в принципе нет. Сообщить информацию, реагирование будет проводиться можно и в МВД, и в лесоохрану, и в МЧС сообщить, о том, что были выявлены такие факты, мы осуществляем реагирование. И потом он просто пишет заявление в лесоохрану для получения, цель получения его денежного вознаграждения. Такая мера прощения действует и в этом сезоне? Конечно, конечно. Она будет постоянно действовать. В Забайкальском крае, когда в 2019 году очень сильные пожары были, данный нормативный правовакт был тоже издан. Мы на примере их практикой воспользовались. И сейчас там уже, когда население стало обращаться по факту выявления поджигателей, сейчас там уже вознаграждение доходит до 50 тысяч. У нас пока до 10 тысяч, но в то же время еще никто не обратился. Мы, конечно же, будем рассматривать все вопросы и увеличение данного вознаграждения. Но я удивлен, почему население не изменит. Хотя многие видят, как кто поджигает, и не задумываются о последствиях. Действительно, обратить внимание на Свердловскую область, обратить внимание на Забайкальский край, еще на ряд субъектов Российской Федерации, где нестабильная обстановка, которая, к сожалению, за счет и метеоусловий, и за счет халатного отношения граждан, даже в том числе и по складированию различных материалов, горючих между зданиями, в сельских поселениях, в селах и населенных пунктах. Все, что это способствует непосредственно развитию пожара. И здесь, конечно же, огорчает, что гражданскую пропозицию не проявляют граждане и не сообщают. Будем надеяться на то, что граждане действительно займут эту самую позицию и вы справитесь с ситуацией в лесах. О городских, говоря, пожарах. Вот недавнее впечатление сильно произвел пожар на Пионерской 3. Что-то уже известно о причинах и каков ущерб? Да, был такой пожар на втором этаже в квартире, многоквартирного жилого дома, в одном из подъездов. Произошел пожар, место возникновения пожара было на балконе. К сожалению, распространение пожара прошло и в квартиру. Квартира по всей площади повреждена огнем и продуктами горения. В частности, имеются следы повреждения и на третьем этаже, то есть вышележащем этаже в квартирах. Соответственно, в настоящее время проводится предварительная проверка по данному факту пожара. Естественно, реагирование было своевременным. Не допустили распространения пожара на соседние квартиры. В то же время наиболее вероятной причиной пожара, но еще будет продолжаться проверка, будет принято процессуальное решение однозначно по данному факту. Предварительная версия это неосторожное обращение с огнем. Было ли это курение или оставление каких-либо предметов или использование открытого огня, вот это сейчас мы выясняем. Но это не поджога однозначно, это загорелось внутри, и поэтому сейчас выясняем. Есть свидетели, которые видели, как это разгоралось, есть и видеосюжеты, которые граждане у нас добросовестно снимали. И хотел бы еще один момент сразу в осмотрении этого вопроса. Хотел бы обратиться к гражданам, жителям Еврейской области. При обнаружении факта возгорания, я понимаю, что сейчас модно производить съемку с использованием своих гаджетов, но в то же время вы сначала убедитесь, что кто-то хотя бы сообщил или сами позвоните в пожарную охрану. Это в свою очередь даст меньше времени свободному распространению пожара, а может быть даже и спасет жизни. Поэтому реагирование естественно с первого же звонка было своевременным, но если бы еще на ранней стадии сообщили, то может быть даже мы бы и смогли бы и не допустить распространения такого по квартире. Очень понятно. Особенно произвел впечатление еще и начальник Араула, который действовал умело и спокойно так доложил журналистам обстановку. Вот когда ты своему поощрению. Кстати, как праздновать собираетесь во всех вот этих вот хлопотных буднях таких? Во-первых, конечно же, на контроль оперативная обстановка. У нас силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, территориального и местных пожарно-спасательного готовы к реагированию. По-другому и не может быть. Действительно, праздничные выходные дни для нас это сложный период времени, поэтому мы переведены на усиленный вариант несения службы. Здесь, конечно же, выполняется ряд мероприятий, которые позволяют нам и обеспечить дополнительное привлечение сил и средств к реагированию в случае осложнения оперативной обстановки. Организовано взаимодействие на всех уровнях власти. Здесь тоже и с органами поседенного управления наших муниципальных образований и с силовым правоохранительным блоком тоже организовано взаимодействие. И хотел бы отметить, что ежедневно у нас проводится под руководством запасителя-предитателя правительства и рискованной области совещания по контролю за оперативной обстановкой с пожарами, в том числе лесными, где в режиме видеоконференц-связи заслушиваются и главы поселений и районов, в том числе и мэрия. И ставятся задачи. То есть обеспечиваем контроль ежедневно. Так и в празднике будет. Так и в празднике будет тоже, да. Что хотелось бы сказать о мероприятии, которые у нас действительно 30 апреля МЧС России празднует День пожарной охраны России. И сегодня у нас состоится торжественное мероприятие с 11 до 13.00. Соответственно, возле филармонии, там, где будут проводиться торжественные мероприятия, будет выставка пожарной техники. Поэтому населению, жителям Юрисовской области я предлагаю, можно и с детьми прийти, ознакомиться, посмотреть технику. Там будут и сотрудники, которые смогут рассказать о назначении техники, о характеристиках. Будет довольно-таки интересное событие. А на торжественном мероприятии, конечно же, мы будем чествовать тех, кто, в том числе, из населения, кто проявил свою гражданскую позицию, кто спас, а сколько спасал людей, в том числе, и не от пожаров. Будет доведено дополнительно, мы это увидим, наших героев. И, конечно же, будем чествовать наших коллег, кто отличился за прошедший год. Будем вручать награды. А когда вы первый праздник, День пожарного отметили, помните это? В училище? В пожарной охране я с 99-го года. На самом деле, да, я закончил Восточно-Сибирский институт МВД России в городе Иркутске по специальности инженер пожарной безопасности. Прямое отношение к этому имею. В органах федерального государственного пожарного надзора прослужил более, я считаю, 20 лет. Поэтому и занимался не только государственным пожарным надзором. Вот я хотел спросить, в карауле были? Конечно. когда служишь в отдаленных в том числе районах, и даже я когда служил в Амурской области, в Сковородинском районе Североморской области, в Благовещенске в областном центре, конечно же, мы активно принимали участие в тушении пожаров и лесных, и ландшафтных территорий, и в домах. Честно сказать, допустим, в Сковородинском районе прослужил 11 лет, 7 шапок спалил. Ну, это говорит о том, да. Да, мы, конечно же, реагировали с пожароспасательным подразделением, где-то не хватало сил и средств, понятно, мы, естественно, сотрудники Государственного пожарнодзора обязательно вступают, конечно, в помощь, и оказываются действия в ликвидации, там, и черчайной ситуации, и в тушении пожаров, вот, и никто не ждет этих наград, на самом деле. Вот это, ты когда приходишь, принимаешь присягу пожарного, ты уже берешь на себя вот это чувство ответственности, патриотизма к системе, да, и должна быть, самая главная задача это обеспечить безопасность граждан и не допустить гибели, потому что, когда встречаешься с этими событиями, конечно же, потом и идет вот это высказывание, обращение к жителям, да, к гражданам, любого региона, о том, что обратите внимание на профилактику, ну, просто элементарные мероприятия, которые позволяют для детей в нормальном формате довести, как нужно вести в такой ситуации, в такой ситуации, ну, я имею в виду в части повышения культуры безопасного поведения. И могу подтвердить, доводилось общаться с пожарными, они действительно искренне сопереживают в трагедии людям. Да, конечно, конечно. Особенно, когда есть погибшие. Поверьте, каждый работник, сотрудник, член добровольного пожарного формирования, все заинтересованы в быстрейшей ликвидации возгорания. Почему я об этом говорю? Потому что, во-первых, это основная задача, основная задача нас не допустить к гибели, да, и в момент возникновения пожара, когда пожарно-спасательное подразделение тушит и ликвидирует возгорание, вы же прекрасно понимаете, что может возникнуть еще где-то событие. А может быть, там оно наиболее крупное событие. И здесь основная задача наша, да, наиболее максим... Не основная, одна из основных задач, наиболее максимально кратчайшие сроки провести ликвидацию пожара. И вернуться в состояние готовности. И еще, кроме этого, это же тяжелый труд, вот это тушение, там особенно в частном секторе, там иногда дом приходится полностью разобрать. Конечно. Это физически просто труд, работа тяжелая. Но в рамках профессиональной подготовки у нас особое внимание уделяется и пожарно-спасательному спорту. Те, кто реагирующие подразделения, участвуют в мероприятиях по тушению пожара, естественно, мы отрабатываем практически навыки по тушению пожаров за счет элементов и нормативов пожарно-спасательному спорту. Ну и, конечно же, основные элементы физической подготовки это бег, подтягивание, ну и ряд других силовых комплексов упражнений, в том числе даже плаваний. Держим в тонусе? Ну, конечно. А по-другому никак. Каждый уважающий себя офицер должен быть физически подготовлен и в любой момент обеспечить реагирование и оказать помощь и содействие гражданам. Люди, понятно, на высоте всегда мужественные, смелые и физически развиты. Как с техникой? Благодаря и нашему губернатору Росславу Францису Гольштейну за последние три года перевооружение техники действительно проведено очень большое. У нас приобретено для противопожарной службы субъекта вот один из моментов, три автолестницы, десять автоцистерм пожарных новых, закуплена значительная часть пожарно-технического оборудования, вещевого, обмундирования. Поэтому эту работу продолжаем во взаимодействии конечно же с правительством Роскатурной области и надеемся, что будем своевременно перевооружать и вкладываться максимально для того, чтобы наши пожарно-спасательные подразделения могли своевременно и в полном мере обеспеченно реагировать на соответствующие чрезвычайные ситуации и происшествия. И эту технику мы как раз увидим в филармонии. Да, конечно. Эта техника будет главного управления МЧС России и ПСБ. Но еще раз отмечу, что у нас субъектовая противопожарная служба тоже перевооружается. Этот праздник вместе с вами будут отмечать и ваши помощники добровольные пожарные дружины? Конечно. Я еще раз говорю, что все те, кто отношение имеет к деятельности по тушению пожаров, по организации профилактики пожаров, это наш праздник. Они есть, эти дружины сформированы? Многочисленные. Я вам больше скажу, у нас 48 добровольных пожарных формирований в области. Это добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины. Но команда дружины отличается тем, что у нас в командах есть техника, на которую могут реагировать. Дружины это те, у кого есть пожарно-синейское оборудование, с которым они могут тоже организовать тушение пожаров и занимаются профилактикой пожаров. Есть от них эффективность? Конечно. Они у нас прикрывают тоже населенные пункты, в частности, практически всю область, где государственная противопожарная служба находится на соответствующем отдалении. Для обеспечения нормативного времени прибытия пожарных подразделений и пожарной охраны есть у нас и добровольцы. Сейчас вносится в федеральный закон о добровольной пожарной охране изменения, там очень глобальные изменения, что позволяет нам более проще вступать в это общество и создавать на уровне объектовых, ведомственных каких-то подразделений свои добровольные пожарные дружины, не формируя пакет для создания учреждения. Ну, то есть, чтобы упростить это все. И думаю, что в этом направлении мы еще поднимем уровень численности, вернее, членов добровольной пожарной охраны. Ну, и сейчас еще задолго до торжественного мероприятия филармонии у вас есть возможность поздравить соратников, ветеранов службы с этим праздником. Да, конечно. Хотел бы в первую очередь всех поздравить, всех, кто имеет отношение к деятельности пожарной охраны, к тушению пожаров, а это, конечно же, и государственная противопожарная служба, это ведомственная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана, где-то и волонтеры, всех, кто занимается обеспечением пожарной безопасности. Хотел бы поздравить с Днем пожарной охраны России для тех, кто тушит успехов в служебной деятельности, конечно же, чтобы свое мастерство и опыт получали больше на практических занятиях и учениях, нежели в бою, и были готовы, конечно, к реагированию успеха в этом направлении. Особый вклад и отдельные слова благодарности, конечно, хотел бы выразить ветеранам пожарной охраны, которые стояли у стоков развития пожарной охраны еврейской автономной области, и которые до сих пор занимаются молодым поколением и воспитывают молодых огнеборцев. И для всех, уважаемые коллеги, друзья, ветераны пожарной охраны, хочу пожелать, конечно же, здоровья, добра, благополучия, успехов во всех начинаниях. С уважением руководства главного управления. Евгений Сергеевич, мы всей душой, всем сердцем присоединяемся к этим поздравлениям и добавим еще по традиции такое пожелание пожарным сухих рукавов. Редактор субтитров А.Семкин